Всем привет! Мы опять в дороге, в поиске новых ощущений и знаний. Сегодня наш путь лежит строго на запад, в город-порт Лаипайо. Сегодня 7 августа 2023 года, а мы за это лето еще ни разу не выбирались на море. Но сегодня этот нерешенный вопрос будет решен. Правда с погодой вроде будет не очень. Но так мы в хорошую погоду не ездим. Кстати, проезжаем местную достопримечательность – Свенский мост. В свое время он был увековечен в советском фильме «Государственная граница». В 1-й, то ли во 2-й серии. А теперь, как обычно, мультик про наш маршрут движения. Общая протяженность маршрута составляет 428 километров. Ориентировочное время в пути 5,5-6 часов. Выехали из дома в половине девятого. На градуснике было уже плюс 25. Очень душно. По дороге будет до плюс 28, плюс 29. Но со второй половины дня ожидается приход циклона за дождем и сильным ветром. Поэтому едем вперед полной оптимизма. Летом эта дорога очень красива. Но не в том понимании, когда вокруг красивой самой дороги нет, а в том, что можно ехать на расслабоне и природой любоваться. А вообще, я искренне завидую тем водителям, которые, не успев выехать из ямы с задними колесами, уже попадают в новую передними и при этом успевают насладиться окружающей их природой. Это называется оптимизмом. Правда, некоторые это называют пофигизмом. Но, в любом случае, мы люди простые и решили не ехать 400 километров по дорогам для оптимистов. И вообще-то так здорово в рабочий день ехать не на работу. Теперь не надо каждый день наблюдать, как от работы кони дохнут. И вообще, одна из разновидностей счастья, это когда едешь босиком, на чистом коврике, за рулем автомобиля и с любимой женщиной. Когда сзади полный топливный вак, а впереди тысяча километров в любом направлении. Субтитры подогнал «Симон» 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 А мы тем временем проехали мост через реку Лейлупе. Где-то справа осталась Юрмала. А мы уже вовсю мотаем километры в направлении чисто на Лейпе. Небесная гладь постепенно покрылась облаками. Налицо тут редкий случай, когда синоптики что-то угадали. Между тем облака начинают принимать форму тучки. Возможно, случится долгожданный дождик. Впрочем, надо признать, что тучка довольно большая. В метеорологии данная ситуация называется атмосферным фронтом. Потому как его длина может составлять многие сотни километров. Но мы продолжаем свое движение к морю. Пока еще на расслабоне. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, начинается дождик, который сопровождается сильными порывами ветра. Некоторые водители предпочитают остановиться, трезво оценивая ситуацию. Честь им и хвала за это. Но мы по-прежнему на расслабоне, и наша карма не чувствует никакой угрозы для нашего движения вперед. Чуичка рулит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про этот сюжет, можно сказать, стихия разгулялась. Но дорога хорошая, вода на ней не стоит. Поэтому продолжаем движение с безопасной скоростью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Стала понятна причина странного тумана. На дороге лежал крупный град. Не могу сказать, что он размером с куриное яйцо, но с перепелиное точно. К тому же он явно успел подтаять. Слава Богу, что обошлось без аварий. Но у некоторых машин, стоящих на обочине, выбиты стекла. Добавил субтитры DimaTorzok Обратите внимание на деревья. Град был настолько сильным, что сбил с них листья. Это тот случай, когда я бы не хотел оказаться здесь с видеокамерой во время столь зрелищного и одновременно страшного явления. Добавил субтитры DimaTorzok Подводя итоги природного катаклизма, в который мы попали, Замечу, что нам, в отличие от некоторых других участников дорожного движения, сильно повезло. Остановились один раз, минут на пять, из-за не очень большого дерева, упавшего на дорогу. Но завал быстро разобрали водители, которые были к нему ближе. В остальном была прекрасная дорога. Да, ехали километров 50-60 практически колонны и с меньшей скоростью, но зато безопасно. А зная на этот момент итоги бури, прошедшей по Латвии, можно даже сказать, что мы ее вообще не видели. А все потому, что мы ехали на расслабоне и представляли впереди только радужную картину. КОНЕЦ Вот мы добрались до Лаипаи, города, где рождается ветер. В продолжении у нас будет обзор города и пляжа. А я на этом заканчиваю первую часть своего видео. Всем здоровья и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»